В Россию через Кировск. А Тосла, конечно же, ближе до Санкт-Петербурга, чем до Хибин. Но на этот раз свое путешествие через всю страну молодежь из норвежского клуба Тенсинг решила начать именно из нашего северного города. Молодежный клуб Тенсинг Кировск принимает гостей из Норвегии. В этом году международному движению Тенсинг исполняется 50 лет. Оно зародилось в Норвегии. Этой дате было посвящено прошлогоднее путешествие норвежской молодежи через Россию в Китай. В рамках него они побывали и пообщались с ребятами из тенсинг-клубов Санкт-Петербурга, Москвы, Ярославля, Новосибирска. Идея понравилась. В этом году конечная цель – Шри-Ланка. А первым городом для визита выбран маленький заполярный Кировск. Мы в этом году приняли участие 8 человек. Нас ездило Кировчан на международный большой европейский тенсинг-фестиваль в Норвегии. И мы там достойно представили свой город и свой тенсинг. Показали, что мы действительно работаем, что у нас есть такое молодежное течение. И вот гости наши из Норвегии решили действительно приехать посмотреть, что же у нас здесь происходит. Поэтому мы рады, что они наконец-то до нас добрались. Тот факт, что кировская молодежь не только с удовольствием учит иностранные языки, но и понимает суть движения тенсинг, занимается его развитием и продвижением, разумеется, порадовала гостей. Да и от общения впечатлений не меньше. Мои впечатления очень хорошие, потому что люди в Кировске очень коммуникативные. Они радуют поучаствовать в любой затее. Мы разговаривали с ними на английском медленно, иногда не понимали. Но с помощью языка жестов все получалось. Все три дня пребывания были насыщены общением. Молодежь делилась друг с другом тем, что успешно воплощает в жизнь. У норвежцев здорово получается драма и пантомима. У кировских тенсингистов постановка танца. А еще за три дня кировчане познакомили гостей с городом, сводили в музей и просто стремились узнать побольше о своих скандинавских сверстниках. Очень много эмоций. Это потрясающе. Можно попрактиковать свой английский, поговорить с ребятами, которые занимаются тенсингом намного дольше, чем я. Они выражали эмоции насчет национальной кухни. Там борщ, какие-то разные блюда, пряники, например. Это было не так удивительно, как первый фестиваль, но все равно эмоции ты получаешь колоссальные. То есть ты знакомишься с новыми людьми, ты узнаешь что-то новое о культуре, может быть просто о интересах этого человека. Ты общаешься, практикуешь свой английский, и это очень здорово.